Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Deutsche Welle Геофактор. Главные темы сегодня. Субтитры предоставил DimaTorzok В Польше в эти дни проходит учение НАТО «Ноблджамп». Главная задача — отработать взаимодействие подразделений в рамках создания новой структуры Альянса, объединенной оперативной группировки повышенной боеготовности. Параллельно манёвры НАТО проводятся и в акватории Балтийского и Чёрного морей. В этот момент в Подмосковье Владимир Путин делает громкое заявление на открытие Международного военно-технического форума «Армия-2015». В текущем году состав ядерных сил пополнит более 40 новых межконтинентальных баллистических ракет, которые будут способны преодолевать любые, даже самые технически совершенные системы противоракетной обороны. Адресат этого заявления, несомненно, НАТО и США. Москва все последние месяцы демонстрирует боеготовность армии и флота, проводя бесконечные учения во всех военных округах. В ответ на российские манёвры и риторику Кремля, Североатлантический альянс усиливает своё присутствие в Восточной Европе. Реакция на заявление Путина о модернизации ядерных сил последовала незамедлительно. Кенсек НАТО Йенс Столтенберг считает бряцание России ядерным оружием, необоснованным, дестабилизирующим и опасным. Наш ответ – НАТО будет и дальше оставаться альянсом, способным обеспечить защиту всем членам организации от любой угрозы. Не исключено также, что Владимир Путин выступил с заявлением о ядерном арсенале в связи с сообщениями, что США якобы готовы перебросить тяжёлое вооружение и армейские соединения в некоторые страны Восточной Европы. А это, по мнению российского МИДа, идёт вразрез с основополагающим актом Россия-НАТО. То, что мы наблюдаем, а началось это не вчера, – игры мускулами. Причём, отмечу, не только со стороны России. Они никому не нужны, опасны и должны быть немедленно прекращены. По мнению Ишингера, необходимо и дальше придерживаться договора от 1997 года неразмещения вооружения в Восточной Европе на постоянной основе. Опытный дипломат также считает, что немецкое правительство поступило бы правильно, если бы не пошло на усиление военного присутствия в регионе, несмотря на просьбы восточноевропейских партнёров. Как раз и накануне обмена жёсткими заявлениями между Россией и НАТО был опубликован доклад Шведского института Сиприя. По его данным, к началу 2015 года. В мире насчитывалось около 15 850 единиц ядерного оружия. Это примерно на 500 боеголовок меньше, чем годом ранее. Сообщается, что сокращение идёт в первую очередь за счёт уменьшения арсеналов ядерного вооружения США и России, на долю которых приходится более 93% всего ядерного оружия в мире. По данным Сипри, количество ядерных боеголовок в России за год уменьшилось с 8 тысяч до 7,5 тысяч. США, в свою очередь, избавились лишь от 40 ядерных зарядов. Стоит также отметить, что обе страны сейчас проводят намеченные ранее программы по модернизации ядерного арсенала. Принципиально то, что Россия проводит обширную модернизацию своего ядерного арсенала. Перейти на новые ракеты планируется до 2020 года. И вот это заявление как раз часть процесса по реализации этой программы. Конечно, в этой истории нет ничего нового. Но вот контекст, само собой разумеется, поменялся. Причём не только из-за украинского кризиса, но и из-за высказываний российского президента и других людей, принимающих решения, которые пытаются использовать ядерное оружие как рычаг политического давления в контексте украинского кризиса. То, что кризис на Украине окажет непосредственное влияние на атомную политику Москвы, Оливер Майер прогнозировал ещё до резкого усиления военной риторики и оказался прав. В Институте СИПРИ также считают одной из главных проблем ядерной безопасности эскалацию украинского конфликта, которая привела к самому серьёзному кризису со времён Холодной войны и фактически изменила ядерную политику Москвы и Вашингтона. В последние дни в Европе только и говорят, что о Грексите, возможном выходе Греции из еврозоны. А в Великобритании в это время говорят о Брексите. Насколько же действительно возможен выход этой страны из Евросоюза? Об этом наш корреспондент спросил у самих британцев. Британский город Рагби. 70 тысяч жителей. На одной из центральных улиц находится магазин по продаже польских товаров. Как и другие города по всей Великобритании, Рагби стал домом для многих иммигрантов из других стран ЕС. На рынке идёт бойкая торговля. К Европе люди здесь относятся скептически. Я считаю, что европейцы нам не нужны. Мы достаточно сильны, чтобы справиться с проблемами самостоятельно. Мы хотим существовать сами по себе. В конце концов, в этой стране уже ничего не производится. Всё импортируется из-за океана. Я считаю, что нужно вернуться к прошлому. Завсегда Таифпаби Зэбу уже пропустили по несколько кружек пива. Ничего хорошего о ЕС они тоже сказать не могут. Сюда начинают съезжаться литовцы, румыны и другие. Мы становимся ещё одной страной третьего мира. Нам грозит перенаселение иммигрантами. Вот почему я не хочу быть в Европе. Всё, чего я хочу, так это выйти из неё. Похоже, лишь молодое поколение жителей Рагби настроено в отношении ЕС более позитивно. Я считаю, что лучше остаться. Это как большая семья. Если мы выйдем, то больше не будем членом этой семьи. Офис компании «Холловис» — разработчика программного обеспечения. Здесь уже работает шесть человек из других стран ЕС. Нанимать людей из стран ЕС намного проще. Они с первого же дня имеют право работать в Великобритании. Намного сложнее обстоят дела с юрисдикцией других стран. Ведь мы должны пройти процесс получения визы. Йоэн демонстрирует, как в ближайшем будущем будет выглядеть виртуальная реальность в автопроизводстве. Молодой человек приехал из Индии и учится в Ноттингемском университете. Пока он практикант. Несмотря на сложный процесс получения рабочей визы, фирма планирует нанять его, как только он закончит учебу. Мы за открытый рынок и свободное передвижение трудящихся. Мы ценим возможности роста. Мы против излишнего регулирования со стороны государства. Так думают большинство деловых людей в Великобритании. Но будут ли они услышаны? Ответ на этот вопрос британцы дадут на референдуме в 2017 году. Согласно последним опросам, почти половина британцев выступает за Брексит. То есть выход Соединенного Королевства из состава ЕС. Вот уже год как против России действуют санкции Евросоюза. Отменять их, как стало известно сегодня, пока никто не собирается. Тему продолжим в новостях. Представители стран ЕС приняли решение продлить санкции против России, введенные в связи с украинским конфликтом, до января 2016 года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Ожидается, что окончательное решение о продлении санкций главы МИД стран ЕС примут 22 июня. В рамках расследования дела о коррупции в FIFA прокуратура Швейцарии уже зарегистрировала свыше 50 предполагаемых случаев отмывания денег и более 100 подозрительных банковских операций. Как заявил федеральный прокурор Швейцарии, следователи намерены допросить президента FIFA Йозефа Блаттера и генсека организации Жерома Вальке. Из-за притока нелегальных мигрантов Венгрия построят забор вдоль границы с Сербией. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто. По его словам, ограждение высотой 4 метра будет установлено на участке границы длиной свыше 170 километров. Ранее Будапешт пригрозил полностью закрыть границу с Сербией из-за наплыва беженцев из Сирии и Ирака. Сенаторы США проголосовали за поправку, запрещающую применять пытки в ходе допросов. Ранее президент Барак Обама своим распоряжением уже запретил пытать задержанных на допросах. Тем не менее, в Сенате посчитали, что запрет должен быть закреплен в законодательстве официально. В Швейцарии открывается одна из наиболее значимых выставок современного искусства Art Basel. Ее название в этом году – Олимпиада в мире искусства. Участие в работе выставки примут около 300 крупнейших мировых галерей. Последние новости читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. Ну а Геофактор расскажет о развитии событий завтра. Всего вам доброго и оставайтесь с нами.